МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьогодні на вас чекає знайомство з Віктором та Валентиною. Брат і сестричка зараз один для одного найголовніші люди у світі. Адже в силу життєвих обставин вони залишилися зовсім без підтримки рідних. Вітя піклується про маленьку Валю, але тітлахам дуже потрібна родина. Справжня і любляча. Така, в якій вони б забули всі свої страхи і біди. І знову стали веселими, активними, допитливими і непосидючими, щасливими дітьми. А з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми сьогодні поговоримо про те, як подолати так званий серпневий синдром. Вітенька, розкажи, пожалуйста, о собі і о своїй сістрічці. Ну, от давай почнемо з того, який характер у тебе. У мене просто не коричу нічого, а Валя. Вона хороша? Так. А яка вона хороша? Вона весела, вона добра. Що ви разом робите? Гуляємося, або вона сама гуляє. Що ти полюбляєш робити? Гуляти в шашки, в шахмати. А, дуже добре граєш? Так. А що більше любиш, шахи або шашки? І то, і то. А з ким граєш і хто тебе навчив грати? Навчився гуляти на телефоні на мамкіну. І папка ще учив. А розкажи мені, будь ласка, в школі, в тебе є улюблені предмети? Да. А що ти любиш? Математику. А чого математику? Просто вона легка. Ну, перший раз чую, що математика – це легкий предмет. Тобі дійсно вдається все вирішувати, так? Да. А ще що любиш? Читати любиш? Ну, так собі. Якщо немає, що робити, то да. Ну, це таке заняття дуже серйозне, хороше заняття. А є якась книжка, можливо, яка тобі подобається? Або жанр такий? Ну, може детективи, може є фентезі, щось таке. Любиш? Одна сказка тільки. А яка ж сказка тобі подобається? Пан Коцький. Так. А чого? Вона така весела, хороша, мені також вона подобається. А от тобі чого вона подобається? Тож, інтересно дуже. Пан Коцький. Він такий хитрун, а ти на нього схожий чи ні? Ні. А він тобі взагалі то подобається як персонаж? Так. А ким хочеш стати? Хіміком. Чому? Ну, хімія просто дуже інтересна. А можливо, ти хочеш якесь відкриття зробити наукове? Хочеш? Ну, чуть-чуть хочу. А що б це було таке? От воно для чого це відкриття? Якесь благородне для людей? Чи можливо щось дійсно таке вдосконалювати чисто технічно? Для людей. А ліки якісь, можливо, хотів би для людей таке придумати для того, щоб не боліли? Хотів би. А з Валюшкою, от коли ви виростете, хотів би поруч бути завжди? Чи вона буде самостійно працювати, добиватись чого, а ти просто будеш спостерігати за нею і радіти з того, що у неї все вдається? Помагати буду. А зараз допомагаєш їй? Так. А в чому? Ну, якщо вона щось не може підняти, наприклад, я їй допомагаю. Ну, тобі цікаво з твоєю сестричкою? Так? Угу. Вітя, а скажи мені, будь ласка, про таке, яку б ти хотів родину, які відносини, щоб там були? Я б хотів до своєї, що й була. А як, ти от бачиш, які відносини повинні бути у хорошій родині, у добрій родині? Щоб не билися, не кричали, щоб не дуже сильно не ругали. Щоб спокійно було, так? А потрібно, щоб панувала любов у родині? Так. А взаємо такі відносини, які поважні такі, так? Щоб з повагою відносилися один до одного? Так. От батьки повинні поважати своїх дітей? Так. А діти? Так. А що головне для людини? Сім'я. АРМІЯ Витаю, шановные друзья. Наша программа, программа «Шукаю батьков» снова в Центре социально-психологической реабилитации детей. Мы продолжаем наши беседы с директором Центру, Святлановой Миколаевной Клюйко. И сегодня наша тема будет такой. Серпневый синдром. На него страждают и дети, и дорослые, сам в серпне. И сейчас мы будем разбираться, что же это такое. Что это за туга за тем литом, который уже закончится. Витаю, Святлана Миколаевна. Серпень. Серпень – это такая хорошая погода. Это чудовое солнце. Это еще лето у самом таком розпале. Но много людей уже начинает сумывать за тем, что лето закончится. Сумуют дорослые, за ними подключаются дети. И что делать, чтобы поделать этот серпневый синдром? Ну, я думаю, что, прежде всего, нужно поделать в себе тот переляк, который мы получим, в связи с тем, что вот-от начнется учительный год. И нам нужно идти до школы. Дети не могут остановиться в своих желаниях, отдыхать. Батьки хотят прекратить эйфорию радости, которые есть. Но на этом фоне складывается большой конфликт между детьми, и батьками. И психологически, можно сказать, такой дискомфорт появляется в семье, когда батьки начинают не просто, понимаете, закінчивать лето, а еще раховать свои деньги, потому что нужно собираться. А детям не хочется идти до школы, потому что они хотят встретиться с друзьями. Справа в том, что, если говорить с детьми, то они хотят встретиться с своими друзьями. И я не хочу сказать, что абсолютно все дети, но есть часть детей, которые говорят, что они пойдут до школы, они хотят туда идти, но когда они начинают думать о том, что нужно изучать уроки, что нужно что-то сгадывать, я уже все за лето забыл, то тогда начинается уже совсем иншее ставление, отношение, и взагалі зникает бажание идти до школы. Я думаю, что этот синдром можно прекрасно поделать, если до него, по-перше, подходить, скажем так, просто с цикавистью и абсолютно не акцентовать внимание на то, что у всякого раза дорослим нужно керувати собою, научиться керувати собою. Я понимаю, что те цены, которые они смотрят на наших шкельных базарах, которые являются на канцтовары и там уже не до радостей, как говорят, но я думаю, что в присутствии особенно детей, я думаю, что им нужно научиться керувати собою. Я желаю, чтобы батьки, и я считаю, что так будет доценно, чтобы батьки сначала сами пошли на такие шкельные базары. И если это дитина старшего шкельного века, я думаю, что можно запропоновать дитям тоже самим пойти на этот базар и отримать первый шок от того, что они там увидят, ну, насколько это им по гаманцу, они должны быть самыми, самыми. Но обязательно они должны встретиться и обмениться такими вражениями. Если батьки пошли, побачили эти цены, пораховали свои деньги, понимали, насколько их хватит, понимали, что они хотят, что они могут запропоновать дитине, при этом зберегти демократизм у отношениях с дитиною в плане сбору до школы, я думаю, что нехай мама или тато, ну, часто это бывает мама, нехай вона просто у разговора с дитиною скажет, что я была, я дивилась, я побачила что-то новое там, но хотела бы, чтобы ты пішла або пішла, теж подивилась и запропонувала, что мы будем купить, чтобы ты просто выбрал. И когда дитина, особенно старшего шкельного века, сама прийде и до торговой точки, подивится сама и сама обговорит своими друзьями, мы без цього никуда не динемося. Друзья должны быть обязательно. И как сейчас психологи доводят до того, что друзья у людей должны быть, чем раньше они появлялись, тем лучше, то я думаю, что потом прийде, и если мама спросит, что ты видела або видела, что ты хочешь, я думаю, что это сразу напруга пропадет. Я думаю, что есть определенные тенденции. Один год это были зошиты с русалками, а хлопцы с спайдерменами, потом уже это изменится. И это очень интересно для детей, и не так интересно для детей, потому что нужно думать про то, что будет модно в этом году. Так, так. Тем более, что я, наприклад, сама звернула увагу, что даже на рынках появились пакеты с символикой Украины. И, до речи, эти пакеты имеют такий пристойный вигляд. И я думаю, если дитина піде на рынок и подивится, то она сразу оценивает, что она хочет. Это яскраво, это таке... Это доречно, это патриотично, поэтому, я думаю, напруга сразу же выйдет. Больше того, хотелось бы сделать так, чему я говорю, что первое шоковое таке становище повинно отбудеться окремо, чтобы один на одного не впливали вони, и не сбільшивалася напруга вдвече. Я думаю, что все-таки серпень еще достатньо теплый, и я думаю, что відмовляться от каких-то поездок на море, на вихідний, от поездок на дачу, на відпочинок, саме відпочинок повинен бути. Я думаю, что от этого відмовляться не треба. И если правильно сбудовать свой график, ну, життя, скажем так, если правильно спланировать, как вы будете делать покупки, и как вы будете, какие вы розмовы будете вести, и насколько они будут эмоциональными, я думаю, до 1 вересня просто перетвориться в свято для всех. А те, что маются покупки, ну, запропонуйте своим дитям, если они еще не навели порядок у своих шафах, в своей комнате, в своих письмовых столах, запропонуйте, после того, как они пьют и подивятся, сколько стоит, и прекрасно они понимают доходы своей семьи, сейчас діти достаточно грамотные, то я думаю, что если вы запропонуете снова навести порядок в своем письмовом столе, в своих шафах, то уже бажання дітей будут совсем другими. Если мы можем купить один красивый оливец, который мы хотим, так скажем, для души, но 5 оливців у нас лежало в столе, и мы с ними используемся. Я думаю, что это будет так. Я думаю, что в таком случае все остаются, ну, более-менее, задоволенными тем, что не постраждал семейный бюджет, и то, что мы собираемся до школы. И главное, что все было сделано разум, разум, спокойно, доверливо и так, как належно. Дякую вам за цікаву та корисну беседу, дякую вам, шановні телеглядачі, за то, что вы залишаетесь с нами, с нашою программой, нехай так будет и надалі. Від себе ж хочу додати, что серпень – это чудова можливість продовжити і відпочинок, і якісь корисні справи робити разум, для того, щоб осень стала таким собі святом, дійсно святом знань, святом якогось перетворення від відпочинку до вже таких серйозних занять. Робіть все разум зі своими дітьми, і тоді все в наших сім'ях буде добре. Любіть один одного, довіряйте одинотному, і дійсно все робіть разум. І все буде добре. Я дякую вам за те, що ви залишаєтесь з нашою програмою, і прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв через тиждень. Дякую.